В эфире телеканала Самара ГИС при своем мнении Инга Пеннер. Здравствуйте. Обещанного два года ждут в 63 регионе грядет революция. Проводить ее намеренно сверху и в но без жертв и потрясений вряд ли обойдется. Предупредительный залп Авроры уже прозвучал, по крайней мере, именно как сигнал к кардинальным переменам расценили большинство СМИ презентацию новой земельной политики региона. Случилась она на неделе в Губдуме и стала одной из самых обсуждаемых тем. Бархатная революция в земельном вопросе, о которой так много копий было сломано, анонсировала областное мин имущество. Его глава Юлия Степнова объявила войну коррупции, точечной застройки, выдвинула ультиматум спекулянтам-перекупщикам участков и поставила цель создать прозрачную схему распределения земли, потому как в этой сфере давно пора навести порядок. Успеть должны до 2015 года. О том, почему сроки такие жесткие, Юлия Степнова, отправившаяся после думского заседания в командировку, рассказала по телефону в эксклюзивном интервью. У нас, к сожалению, все сроки очень сжатые, потому что слишком запущенная ситуация и дальше край. И растягивать это сейчас еще на пятилетку мы права такого не имеем. Поэтому будет тяжело, но надо это сделать чем быстрее, тем лучше. Если все пойдет по плану, в региональной столице тоже совершится маленький переворот, а точнее камбэк хорошо забытому прошлому. Министр Степнова не исключила, что мегаполису могут вернуть право распоряжаться землей. Пока Самара – единственный город в России, лишенный этой привилегии. Произошло это еще в 2006 году, когда мэрствовал Лиманский, а главным в области был Титов. О заклятой дружбе Георгия Сергеевича и Константин Алексеевича в пору саги писать. И в том, что Губдума тогда отдала Белому дому полный карт-бланш, очевидны политические мотивы. Но и поводы были весомые. Те же самые скандалы с обманутыми дольщиками, кстати, тоже были спровоцированы изначально, вот как раз неправильным распределением земельных участков. У нас же очень многие дома начинали строиться, не имея разрешительной документации, не имея прав на землю фактически, имея там какие-то устные договоренности с администрацией. На самом деле безобразие, конечно, было много творилось. И вот отобрав у города эту функцию, на самом деле областные власти хоть как-то остановили вот тот беспредел, то безобразие, которое творилось в сфере распределения земельных участков. Это бесконечные митинги, стихийные и нестихийные, перекрытия дорог по поводу точной застройки. Администрация под руководством господина Лиманского очень торопилась к этой дате. Вышло огромное количество постановлений главы города на землеотводы под то или иное строительство. Вот те безобразия, которые мы с вами наблюдаем сейчас, то есть это вот вся эта градоразрушительная, если можно назвать строительной политикой, вот она имеет корни оттуда. Один из таких скандалов, фундамент которого был еще заложен в эпоху Лиманского, связан с пресловутым торговым центром НОТА. Судебные войны за непраздный вопрос, быть ему или не быть, увязли в окопах. В 2003-м бизнес получил участок разрешения на проектирование, в 2008-м оформил документы на строительство. И все это при бурном негодовании жителей, которым торговый центр буквально застил свет в окне. Первый раунд был проигран. После акции протеста Гордума перевела участок в рекреационную зону. Но коммерсантам удалось это оспорить. На неделе капризная дама Фемида повернулась к хозяину торгового центра спиной. Бизнесмену Дамиру Салахову не удалось обязать главу Самары Дмитрия Азарова выдать разрешение на ввод НОТА в эксплуатацию. В мэрии посчитали, что готовое здание не соответствует проекту. Областной арбитраж с этим согласился. Понятно, что это далеко не хэппиен, судебные тяжбы, как известно, удовольствия сомнительные, но бесконечные. Да и жители давно потеряли надежду на светлое будущее. Если бы ответственно работали правоохранительные органы и последовательно, то в принципе надо было наказывать ответственных лиц, должностных лиц. И не заводить эту ситуацию в ситуации абсурда. Но 6 лет назад в Самаре решили пойти своим путем. И на свет появилась сложная схема согласований. Областные чиновники выделяют участки под строительство, городские согласовывают и границы. В результате процесс, по мнению многих его участников, затягивается. Но пока в земельном вопросе не наведен порядок, считает глава Минимущества Юлия Степнова, лучше уж двойной контроль, чем вообще никакого. Несколько регионов через эту ситуацию прошли. Например, Новосибирская область. Они в конечном итоге пришли к выводу, что это неэффективно и вернули. Но для того, чтобы... И я тоже считаю, что это неправильно. Потому что у нас сейчас нет однозначно одного лица, который распоряжается. Есть затягивание процедуры и перекидывание мяча с одной стороны на другую. Я считаю, что это должно быть возвращено, но не сейчас, а после того, как будет установлена прозрачная схема. До сей поры решить эту амбициозную задачу еще никому не удавалось. Будет ли у региональной земельной революции женское лицо, покажут ближайшие два года. Грязная работа. О том, что на стройплощадках в прямом смысле слова нужно навести порядок, на неделе говорили и в Самарской мэрии. Большинство объектов не помешала бы генеральная уборка. 71-площадка не удовлетворяет санитарным нормам. Таковы результаты ноябрьской проверки городской административно-технической инспекции. Основные претензии все те же. Отсутствует твердое покрытие, пункты мойки колес, прилегающие территории превратились в свалки. И так каждое демисезонье. 36 объектов заморозили, пока не устранят замечания, разумеется, всех оштрафуют. По максимуму. Путь к совести коммерсантов лежит через кошелек, но пока сумма взыскания смехотворна. 15 тысяч рублей. По грязи разгильдяйства в мэрии задумали ударить длинным рублем, подняв планку до 350 тысяч. Законодательная инициатива губернский парламент уже отправлена. Нечистоплотным коммерсантам к тому же грозят судебные иски. Давайте разберемся, во-первых, о всех возможных мерах воздействия. Иначе так и будем каждые два раза в год, как минимум, сетовать на то, что строительные компании не выполняют свои обязанности. Так что, если застройщики не научатся вести бизнес по старому доброму принципу Ordnung und Arbeit, порядок работы, им придется вспомнить другую истину. Скупой платит дважды. Выигранные в суде деньги мэрии собирается тратить на то, чтобы привести все в божеский вид. Дискуссию на тему, как превратить Самара в город, который не стыдно гостям показать, начали и те, кто вполне способен расписать яркими красками наши серые будни. Творческое братья, социологи и краеведы встретились за круглым столом с представителями власти. Разговор, признаются его участники, получился острым, но конструктивным. Бескустные рекламные конструкции, уродливые оплоты алкогольного бизнеса ларьки – все это, по мнению творческой интеллигенции, не красит город. Еще один бич – граффити. Вот уж действительно, самарская беда 21 века. Город во власти этих граффитчиков. Художественная культура города в их власти. Я бывал в других городах. Недавно я был в Орле, был в Казани. Я там не видел этого. Такие же областные города, что ли. Но не видел ни одного. Художникам надо пойти в школу, объяснить ребятам, что это недостоинство, что это искажает наш город, делать его неряшливым, запущенным. Хватит издеваться над городом. Самара – это город достаточно агрессивный. Комфортно себя чувствуешь в этой старой части города. Там душа отдыхает. А в новых частях там депрессия угрызывается. Почему? Потому что нет этой эстетики вокруг, нет красоты вокруг. Есть такая амбициозная идея – сделать Самару культурной столицей России. На мой взгляд, можно начать с более, может быть, скромных задач. Сделать Самару городом индивидуальности. Помочь людям самораскрыться и самовыразиться именно с помощью художника. Ведь человек, который может самовыражаться и что-то творить, созидать, он не будет мусорить на улицах. Потому что он человек созидающий. Это уже другой уровень культуры. Это в этом смысле. Мне кажется, художники могли бы уже выйти из-за своих полотен к людям. И тогда люди будут больше ходить к художникам. Сейчас благоприятная ситуация, когда городская власть открыта для вот не просто такого общения, а совместного действия. Глава постоянно этим занята, и глава постоянно встречается с творческими союзами, и все это обсуждает. Самое главное, что городская власть стала открытой для обсуждения. Потому что раньше было как. Вот мы тут сидим и все за вас знаем. А вы вот еще чем-то там недовольны. Как тяжело быть мастеру, не востребованным. Скульптор Иван Мельников знает на собственном опыте. Его работы стоят в Сирии, Америке, в обеих российских столицах и на Чукотке. А вот городу, который за 20 лет стал родным, автор композиции «Дети фронта», памятников Чехова и малолетним узникам концлагерей, долгое время был не нужен. Эта страница в биографии, надеется, скульптор уже перевернута. Только за этот год в Самаре появились две его работы. Памятник жертвам политических репрессий, что установлен в парке Гагарина, и Деточкин, которому суждено было стать знаменитым еще до рождения. Иван Мельников готов на большее. Он мечтает отлить в бронзе самарского мецената Константина Головкина. От Головкина я для себя решил как бы вот в такой вот манере. То есть он был первым автомобилистом, был меценатом и был художником. То есть автомобиль, он можно сюда будет и садиться, и фотографироваться. Установить памятник семейству Аксаковых автору «Аленького цветочка», его сыну, губернатору и внучке, ради которой сказка писалась. И мечтает даже о собственной площадке в городе, где полет фантазии не загонялся бы в узкие рамки заказа. Такая практика есть в Китае. Делают скульптором, дают какой-то ландшафт, и он насыщает это пространство своими скульптурами. Вот именно выплывескивание своих эмоций, своих мыслей, для того, чтобы показывать зрителям, это самое главное качество. То есть востребованность появляется у художника, и эта востребованность, она подстегивается, когда есть такая возможность. Тогда рождаются вообще безумные какие-то вещи. В течение многих, можно сказать, 20 лет практически городом никто не занимался. Эстетики не хватает, культуры не хватает общей. И культуры такой, которая вот визуальная культура. Наверное, надо все-таки красить фасады, чтобы город был более радостный. Ведь вот когда смотришь на него с Волги, красивый город. Ну и только с воды. А вот как только заедешь поглубже, так все. Слишком часто меняются мэры. Вот ушел мэр, ничего не сделав, а даже запустив. Второй пришел, ведь он же недавно. Ну, наверное, не может человек такой, город-то гигантский. И за всем уследить очень тяжело. При всем том, что сделано, оно, видите, оно вроде мощное и прочее, но оно как капля. Вы знаете, раз и все. Для автора убранства Самарской филармонии, станция метро Гагаринская, дворца бракосочетаний, художника-монументалиста Вячеслава Герасимова, борьба за внешний вид города теперь и личное дело. Его первая работа в Куйбышеве, мозаика, революция и социалистическое строительство, признанный шедевр, теперь наполовину скрыта от глаз народа. Металлической конструкции. Это летняя веранда ресторана-артефакт, пискоммерческой моды, против которой искусство соцреализма бессильно. Ну что значит, не обидно, если у людей полтинники вместо глаз, ну что я с ним могу сделать? Монументальная мозаика на здании Дома профсоюзов, одна из визитных карточек города, единственная во всем Поволжье работа подобного масштаба. Полвека назад открыток с ее изображением растиражировали порядка 200 тысяч по всему союзу. Ну акулы капитализма не склонны к сантиментам. Владелец ресторана, напротив, уверен, что несет культуру массы. 40 лет здание стояло, рушилось, то есть все плиты уже каждая друг от дружки отделилась, то есть никому это было не нужно. Ровно до тех пор, пока мы не пришли, не вложили сюда достаточное, я считаю, количество денег, в том числе и на восстановление этой мозаики. И на этой крыше будет продолжение как бы 3D-графика с подсветкой той же самой мозаики, чтобы никто не говорил, что что-то у кого-то забрали у людей, я не знаю, там, или кого-то чего-то лишили. Мы наоборот как бы стремимся к тому, чтобы возрождать что-то делать. Да пущу, что бизнесмен и впрямь восстанавливает мозаику за свой счет. Ну что ж, честь и хвала благотворителям. Правда, в таком случае, мне кажется, не помешало бы проверить, каким умельцам доверили это деликатное дело, а то иная реставрация порой хуже пожара или потопа. И еще мне лично непонятно, зачем творение художника закрывать 3D-подделкой, пусть дорогой и современной, но все же суррогатом. Такого же мнения придерживается и главный архитектор города. Наша позиция, что монументальная мозаика, панно должно быть открыто, и никакие конструкции самовольно установленные не должны загораживать его восприятие. Компетентные органы, думаю, разберутся, имел ли право коммерсант на импровизацию. Автор мозаики Вячеслав Герасимов обещает не сдаваться. И не только в битве за свои прошлые работы, но и за будущие. Мастерская художника, где в компании со своей зеленоглазой музой Кошка Бесин провел 10 лет, стала слишком тесной для творца. Но теперь у него появилась надежда раздвинуть узкие рамки. Иди, иди тогда. Иди, ну вот так. Вау, да. Вы сейчас скучаете. Да, да, скучаю. Скучаю, потому что, ну, я, конечно, занимаюсь много живописью, ежедневно пишу. Но это живопись. Ну, это все, все не то. Скоро футбол будет. А к футболу будут строиться всякие сооружения крупные. Стадионы и прочее. И я так думаю, если они будут такие же голые, как сейчас у нас, так сказать, вот наши стадионы и наши крупные дома, это будет очень неинтересно. Подготовка к Мундиалю пока больше на бумаге, но началась. Так что ждать, оправдает ли он надежды, осталось недолго. Может, к 2018-му до статуса культурной столицы страны Самары, конечно, и не дотянет. Но если город и впрямь станет уютнее, это будет уже очень даже неплохо. Я на этом с вами прощаюсь. Удачи. Увидимся.